Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе работает третий год. Несмотря на это, предприниматели Ленинского района не очень активно участвуют в конкурсе для предоставления субсидий. Три заявки были рассмотрены и одобрены по Ленинскому району. Конечно, это очень небольшое количество. Хотелось бы в этом году вас призвать к тому, что у вас есть большие возможности получения государственной поддержки. Екатерина Шеватова рассказала об условиях участия в конкурсе, уточнив, что программа живая и правки в нее вносятся ежегодно. Появляются новые мероприятия. К примеру, в этом году особое внимание в программе уделено предприятиям, работающим в социальной сфере, учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта. В Ленинском районе таких учреждений немного, отметил глава муниципалитета Олег Хромов. Мы сейчас вручную, я говорю так, как есть, выискиваем эти предприятия. Мы стараемся предложить им эти меры поддержки. Например, для нас очень важна такая услуга, как образовательная услуга детей дошкольного возраста. Тем самым мы стараемся разгрузить свои дошкольные учреждения, так как проблема именно обеспечения детей с 3 до 7 лет стоит у нас в районе достаточно остро. Мы, если сказать прямо, практически стараемся навязывать им получение бесплатной, безвозмездной помощи за счет субъекта Российской Федерации, для того, чтобы стимулировать в том числе большее количество услуг, оказываемые данным социальным бизнесом. Всего на территории района расположены 2065 предприятий малого и среднего бизнеса. Большинство из них работают в сфере торговли и услуг 37%. Именно поэтому в районной программе поддержки предпринимательства будут прописаны мероприятия, ориентированные на них. Этот бизнес тоже имеет определенные особенности. Есть бизнес, связанный с торговлей, но имеющий, например, некое производство. Услуги тоже совершенно различны. Одно дело торговать недвижимостью, другое дело оказывать услуги, например, по химчистке одежды или социальные прачечные, может быть, которые будут предоставлять по меньшему тарифу для людей, малоимущих, свои услуги. Тоже это очень важно. И, кстати, мы должны в результате этого форума выработать меры и поддержки, которые мы могли бы отдельно профинансировать за счет средств местного бюджета. В ходе форума предприниматели смогли задать интересующие их вопросы и озвучили некоторые аспекты, которые, возможно, найдут отражение в программе будущего года.